Башкирия Есть в России регион, восстание которого недоимперия не переживет. Оплот свободы и борьбы в самом сердце Мордора. Башкортостан. Бороться с Москвой башкиры начали еще до того, как это стало мейнстримом на Кавказе. И сегодня башкирия снова просыпается. Мы говорим башкирскому народу, народам Башкирии, мы говорим Верховному Совету, правительству Башкирии, вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. Барах, балах! На днях в Уфе столицы Башкирии полиция избила женщину за то, что она переходила дорогу, по которой должен был проехать кортеж Путина. Это ж как окружение Окурка боится башкиров, что даже одна женщина представляет угрозу их режиму. Короче, она хотела перебежать туда. Москва не зря боится башкиров, потому что этот народ знает как и умеет обламывать рога двуглавому петуху. Гойда, братья и сестры, гойда! Башкиры вошли в состав Москвы относительно мирно. В 16 веке башкиры подписали с лаптеногими договор о присоединении, согласно которому им гарантировали самоуправление, право исповедовать ислам и право на владение их землями. Не все башкиры поверили в такую невероятную щедрость белокаменной людоедки и начали вооруженную борьбу. Как вы понимаете, они оказались правы. Практически сразу после подписания договоров Москва начала их нарушать. Захватила земли, увеличила налоги, уничтожала самоуправление, провела принудительную христианизацию. Точно так же московиты нарушили подписанный договор с Богданом Хмельницким. Когда наконец в мире поймут, что с Россией нельзя подписывать никаких соглашений, она их нарушит еще до того, как высохнут чернила на бумаге. Что 500 лет назад, что сейчас. У башкиры украинцев, к счастью, нет гена терпил, как у русских. Поэтому башкорты взялись за ножи и в течение 400 лет лишь с небольшими передышками рвут на части московитских оккупантов. Допустим, Литва в два с половиной раза меньше, чем Башкортостан. В Эстонии живет народу эстонцев меньше, чем башкир. И живут они прекрасно. И почему боятся, что Россия развалится на 10, а возможно и больше, на 20, на 40 независимых маленьких государств? Я не понимаю. Это лучше, чем иметь одну большую кровавую империю, которая грозит всем ядерным оружием, войсками. По количеству и массовости протестов против Москвы башкиры уступают только украинцам. В 1662 году башкиры восстали из-за произвола сборщиков налогов. По факту русские занялись рэкетом в Башкирии. Но бородатым браткам дали по зубам. Башкирские крупные землевладельцы послали Москву вместе с царем на три старославянских буквы и решили возродить независимое сибирское ханство. Московиты не смогли разгромить повстанцев и были вынуждены договариваться. Они оставили башкирам земли и снизили налоги. Как здесь классно! Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в твоем доме жили. Настолько все душевно. По домашнему. Как видим, Емели понимают только силу. В 1681 году башкиры объявили Москве священную войну. Потому что РПЦшные попы захотели поиграть в крестовый поход и начали насильственную христианизацию. Саламу алейкум. Алейкум салям. Священную войну поддержали и калмыки. В итоге, после четырех лет бойни, московиты, снова поджав хвост, отступили. Москва даже осудила собственные преступления и нарушение договора. А кто, а кто это сделает? Ну, как обычно у них. Бояре плохие, а царь-батюшка не виноват. Он, бедненький, не знал о геноциде, который сам организовал. Восставали башкиры в 1704-м из-за попытки царя ввести 72 новых налога. Чего, б***ь? А еще Петр Первый приказал башкирам строить мечети в виде православных храмов. Зачем его только из больницы выпустили? В 1735-м башкиры снова взялись за оружие. На этот раз русские хотели установить в Башкортостане колониальные порядки. Карательная экспедиция московитов казнила и депортировала около 60 тысяч башкир. Сожгли более 250 поселений. Казалось, башкирия покорена. Но нет. Повстанцы продолжили борьбу в Уральских горах. В 1773-м произошло то, что все называют восстанием Емельяна Пугачева. Но российская история стыдливо умалчивает, что это было восстание не только казаков. Это была война за независимость Башкирии. Пугачев всего лишь был их союзником. В отличие от русских холопов, которые просто хотели сменить царя и выпросить немного ослабить поводок, башкиры воевали за полную свободу. Самой западной точкой гигантской амплитуды движения был Ставрополь на Волге. Ныне это город Тольятти, во взятии которого участвовали башкиры. А самый восточный был Челябинск. На крайнем севере башкиры штурмовали Кунгур, а на юге – Оренбург. Тысячи километров по широте и тысяча по долготе. Лидер восставших башкиров Салават Юлаев до сих пор является национальным героем Башкортостана. Он изображен даже на гербе республики. Москва ни репрессиями, ни воинами не смогла искоренить национальную память и очернить башкирских героев. И это очень хорошо характеризует башкир. Например, на гербе Дагестана и Чечни нет изображения имама Шамиля, который тоже боролся с русским миром. Продолжим страницы истории. Салават Юлаев был одной из ключевых фигур Кристианской войны 1773-75 годов. Эти события были положены Пушкиным в основу истории Пугачева. Башкиры ни разу за всю историю не прогнулись под Москву. И не делают этого сейчас. После развала Царской и Красной недоимперии Башкирия продолжает бурлить. Сегодня это самый активный протестный регион. Башкиры, в отличие от многих российских народов-узников, не боятся отстаивать свои национальные и гражданские права. Мы здесь, все здесь и никуда мы не уйдем с этой земли. Это наша земля, эти места священные. В 2020-м башкиры организовали масштабные акции протеста против уничтожения горы Куштау. Это один из трех шаханов Башкирии, древних коралловых рифов. Эти горы являются символом и национальным достоянием Башкортостана. Но московские варвары приехали и решили раскопать реликтовую гору, чтобы добывать соду. Живи, куша! Живи, куша! Тетушки пытались силой прогнать башкиров, но, видимо, не читали историю, поэтому 200 чоповцев превратились в 200 избитых чоповцев. В итоге варвары отступили. В 2022-м ЮНЕСКО признал шахан Куштау всемирным наследием. Москва снова пасанула перед башкирами. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение. Для башкирии это был только разогрев. В этом году в Башкортостане прошли одни из самых массовых протестов в истории современной России. Навальному такое не снилось. Поводом для противостояния стал суд над местным активистом Фаилем Алсыновым. Он выступал против бесконтрольной добычи золота и загрязнения окружающей среды. В апреле 2023 года Алсынов был одним из организаторов народного схода в селе Ишмурзино. Собравшиеся протестовали против добычи золота на горном хребте Ирандык. Алсынов произнес там речь, выступив против привлечения мигрантов для работы в Башкортостане. В 2022-м Алсынов выступил с резкой критикой войны и мобилизации. Он назвал это геноцидом башкирского народа. А Башкирия, как и все национальные республики, один из главных доноров российского окопного мяса. Ребят постоянно отправляют штурмовать опорные пункты, хотя это просто обычные офисные работники. На данный момент командир полка АЕ отправляет ребят на боевые задания в другие части по другое командование ДНР ополченцев. По последней переписи, которая не совсем правдивая, конечно, наши народы, это не только башкиры, и татары, и другие национальности. Они уменьшились, народ уменьшается. И теперь эта война, это просто уничтожает нас. Очевидно, что активиста Алсынова арестовали, пытали и судили. Вот только Алсынов был активистом не Рязани или какой-нибудь Костромы, а Башкирии. Поэтому на его защиту вышли тысячи людей. Сбобода! Сбобода! Паяли Алсынова в итоге приговорили к четырем годам колонии по делу о возбуждении ненависти. А сами протесты закончились разгоном с применением слезоточивого газа, дубинок и светошумовых гранат. Протесты пытались придушить силой. Более 80 защитников Алсынова сами стали политическими узниками. Это стало самым массовым политическим делом в истории не до страны. Во время встречи с представителями башкирской общественности случился инцидент, автором которого выступил известный танцор Рив Габитов. Он неожиданно для всех предложил почтить вставанием память одного из участников массовых беспорядков в Баймаке, который впоследствии умер, находясь под арестом. Несмотря ни на что, в день приговора Алсынову на улицу вновь вышли тысячи людей. На них снова кинули спецназ. И башкиры снова приняли бой. В 18-тысячном городке, где проходил суд, на улице вышло 10 тысяч человек. Туда ехали со всей Башкирии. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Через два дня протест поддержали тысячи людей в Уфе. Их не испугали ни избиения, ни уголовное преследование. Я понимаю, для чего вы сюда пришли. Понимаю прекрасно. Если вы будете участвовать в суд, вы можете быть привлечены по статье 20.2 года с вами. Поэтому я вас предупредил. Надеюсь, вы меня услышали. Вы будете задержаны и достанут в отдел полиции. Существует участие в суд, в суд. Издание Сутовижн опубликовало видео, как люди пытались отбить активистку от полицейских. У девушки на спине была надпись «Карахалык», фраза, за которую ранее осудили активиста Фаири Алсынова. Башкиры только разминаются. Восстание даже еще не началось. А московский режим в регионе уже трещит по швам, как старый матрац. Многие башкиры сейчас воюют против России в составе Вооруженных сил Украины. Подразделение «Башкорт» сражается с оккупантами с 2022-го. Их боевой опыт очень пригодится во время новой войны за независимость Башкирии. Что неминуемо приведет к краху недоимперии. Все собравшиеся здесь выступают за распад России и образование ее на ее территории новых независимых государств. Башкирское национальное движение, которое я здесь представляю, также борется за независимость Башкортостана. Независимость – это давняя мечта башкирского народа. Субтитры создавал DimaTorzok